Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Я от всей души рада приветствовать вас на очередном вебинаре, посвященном очень интересной теме. Хочу отметить, что в зале одни стройняшки сидят, это очень приятно видеть. Наверное, больше всех интересует эту тему стройных людей. Тем не менее, сегодня мы будем говорить на одну из самых животрепещущих тем, а именно о коррекции лишнего веса. Ведь лишний вес – это не только проблема внешности, но и, конечно же, проблема со здоровьем. Сегодня вас ждет презентация программы и продукции VivaSlim, разработанную компанией VivaSan, гарантирующую быстрое снижение веса, а также удержание полученного результата. Вас ждет обсуждение темы вебинара с врачом-нутрициологом Тараевич Белой Яковлевной, а также вас ждет отчет о работе группы московского филиала компании VivaSan под названием «Худеем вместе», которую вам представит Мария Виноградова. Все слышали такое расхожее выражение «Хорошего человека должно быть много». И, как правило, полный человек говорит о себе сам, дабы скрыть, может быть, какую-то неловкость от того, что его много, или более худой говорит так полному человеку, что «А, ничего, все нормально». Но если посмотреть статистику за последние 10 лет, то оказывается, что в индустриальных странах доля ожирения у мужчин возросла на 10%, а у женщин на 25%. Почему же такое происходит? Это интересный факт. Можно опять-таки услышать, люди некоторые говорят, «Не пойму, от чего я поправляюсь, я целый день ничего не ем, и тем не менее прибавляю весе». Или же «Да я ничего не ем, и ем только вечером». Вот, кстати, одна из причин, которую, конечно, многие знают, прибавление веса заключается именно в том, что закрутившись, замотавшись за целый день, прибегая, вечером большой объем пищи съедается, потому что зверский аппетит, и, естественно, идет прибавление веса. Но что еще является причиной? Наш желудок имеет вот такую вот, нашла я, чтобы показать складчатую структуру. То есть он у нас растягивается вот именно таким образом. И растянув желудок, мы следующий прием пищи требуем большего объема для того, чтобы почувствовать сытость. В этом и кроется причина. То есть вот одноразовый прием пищи в день грозит именно растягиванием желудка. Это одна из причин. Вторая из причин. То есть голод нельзя чувствовать. Это важный момент. Второе. Есть несколько правил, о которых я хотела бы сказать. Мы вместе вспомним их, потому что многие правила известные, но надо все сейчас по порядку. Одно из правил. Не чувствовать голода есть маленькими порциями. 4-5 раз в день. Иногда даже советуют 5-6 раз в день. Есть даже такое выражение, ешьте, чтобы не полнеть. Но разговор именно о маленьких порциях, чтобы не чувствовать голод. Второе. Ешьте медленно и тщательно пережевывая пищу. На самом деле, когда человек хочет похудеть, предлагают даже, вот я специально принесла показать, заменить большую ложку на маленькую. И обратите внимание, очень многие азиатские страны там едят палочками. Почему? Как раз именно потому, что берется меньший кусочек, дается возможность тщательно переживать этот кусочек. Соответственно, что происходит? Интересный момент. Когда мы наполняем желудок, между тем состоянием сытости, желудок подает сигнал в мозг. Я сыт. Проходит отрезок времени 15 минут. Поэтому и нужно есть медленно и маленькими порциями. Третий момент. Очень интересно то, что я узнала и сама была удивлена. Для того, чтобы поддерживать вес в нормальном состоянии, а также давать снижение веса, необходимо тем, кто любит пить соки, разводить соки наполовину с водой. Тоже известный факт, но что меня удивило? Знаете, сколько килограммов вы сэкономите в год сахара, то есть не употребите, если будете придерживаться этого правила? Тоже специально принесла показать, чтобы это, так сказать, шокировало. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Вот столько килограммов сахара вы сэкономите в год, только по правилу разводить соки с водой. И не забываем, очень важный факт, мы как бы все любим апельсиновый сок, но большинство, да, и особенно у кого нет аллергии, апельсиновый сок считается полезным, витамин С и так далее. Но все соки оранжевого цвета являются высоко калорийными. И в стакане апельсинового сока, насколько я помню, где-то 200 с чем-то калорий. Это уже много при допустимой норме, где-то 1500 в зависимости по возрасту килокалорий, 200 с чем-то уже идет, можно отнять, да, это только из-за одного стакана сока. Поэтому соки разводим с водой. Не забывайте о вот этих вот килограммах сахара. Далее, теперь я бы хотела опять-таки наглядно показать вот что. Давайте представим, что это наш желудок, видно в камеру, да. И вот здесь есть уровень сытости. Я не просто так заполнила попкорном, на самом деле я хотела показать это вот уровень сытости. Вот это вся еда, которую мы съели и почувствовали себя сытыми, да. Кстати говоря, о попкорне. Здесь, я не помню сколько, но в 100 граммах попкорна 398 калорий. Можете себе представить. То есть вот если сегодня посмотреть, если сегодня посмотреть, когда люди идут в кино и берут с собой попкорн, это стало популярно, да, пошло из Америки. Причем съедается абсолютно легко и быстро. Я сама пробовала, тоже мне очень вкусно было. Но когда я узнала, что в 100 граммах 398 калорий, то у меня как бы желание есть попкорн пропало. Ну и так, здесь уровень сытости. Вот мы наполнили желудок. Что я хочу сказать? Нашему желудку для того, чтобы получить состояние сытости, ощущение сытости, абсолютно все равно, что мы туда как бы положим, да. Выпьем воды, съедим яблоко, съедим полноценный обед. Но ему нужно заполниться. А теперь смотрите. Вот еще одна ваза. Здесь тоже попкорн, но также два яблока. Совет такой. Съедайте до основного приема пищи пару яблок. Или за 20 минут до еды выпить стакан воды. Это нужно как тем, у кого нормальный вес, так и тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Потому что смотрите, я вынимаю сейчас два яблока. Просто для сравнения. И что получается? Да? Если сравнить. Насколько меньше. То есть мы заполняем желудок. И получается, что яблоко это низкокалорийный продукт. И при этом мы заполнили желудок до того же уровня. Это вот я хотела вам вот так вот показать. Далее. Вот это как бы основные правила. Еще есть два правила, которые мне понравились, когда я готовилась к этому вебинару, о которых я хочу сказать отдельно. Это, опять-таки, для снижения независимо по программе или не программе. Современный человек сейчас потребляет очень большое количество рафинированной пищи. То есть быстрых углеводов. И это, конечно, является основной причиной прибавления веса. Поэтому те, кто никак не могут понять, какое соотношение белков, углеводов и так далее. Или, скажем так, не хочет себе забивать этим голову, но хочет похудеть. То можно проводить безуглеводные дни. То есть один день в неделю всего лишь. При этом вы будете полноценно питаться. Например, утром это будет творог, днем это будет кусок рыбы с помидорами, огурцами. Вечером, к примеру, кусок курицы, именно грудки. И таким образом это получится полноценное питание, но при этом вы не будете чувствовать голода и не употребите углеводов. Еще один момент. Давайте тоже специально принесла показать. Когда я говорила про ложки, не показала тарелки. Вспомним еще до наших советских времен, скажем так. Такой уж прям молодежи нет в зале, чтобы сказать, да, что. Из каких тарелок мы ели? Вот из таких, правда? По объему. И пищи здесь выглядело вполне, ее было достаточно. Это чисто психологически очень было приятно. Как бы наелся. Что получается у нас на сегодняшний день? Мы вдруг все стали французы. И вот очень часто в домах можно увидеть вот эти тарелки французского типа. Но мы не французы. Мы никак не можем три листика салата съесть вот с такой большой тарелки. Правильно? И, соответственно, мы ее наполняем так, как было бы приятно. И получается, что съедаем большой объем пищи. Это тоже очень важный психологический момент. Поэтому мы меняем французские тарелки на наши обычные. Да, это чисто такая психология важная. Итак, теперь я бы хотела презентовать саму программу и наши продукты, которые способствуют для снижения и коррекции лишнего веса. Как вы знаете, летом прошлого года в ассортимент продукции Вивасан поступили продукты Виваслим под названием Виваслим. И вот для тех, кто еще не так хорошо разбирается и не знает, я, конечно, хочу провести такую презентацию. Программа Виваслим в себя включает два диет шейка. Значит, с клюквенным ароматом и со смородиновым ароматом. Обращаю ваше внимание, что их, хотя мы предлагаем разводить с молоком, с низкого процента жирности, я советую разводить с водой. И не нужно молоко... что? С водой очень приятно, легко пьется, он достаточно такой плотненький. Не нужно ждать прям такого сладкого вкуса, его здесь нету. Но очень хорошо, он на меня действует где-то 3 часа сытости, я чувствую, после того, как выпью один стакан диет шейка. Здесь 4 десертных ложки на 200 мл воды идет. Это что касается шейков. Совершенно потрясающие 3 супа у нас в программе. Хотя у нас уже есть супы, но вот эти чем хороши? И тебе, пожалуйста, на работе, ежесекундно, размешал, то есть горячей водой заливается. На 300 мл идет 4 где-то столовых ложки порошка вот этого. И разводится, и сразу суп готов. Это очень удобно, быстро. По вкусу есть многофункциональный овощной суп, картофельный суп, который привычный нам для нашего вкуса. Причем вот в овощном здесь попадаются кусочки горошка, морковки. Вот так вот, он приятный такой в этом смысле. И немножко было таким удивлением, в программу поступил также суп морковно-апельсиново-имбирный. И как так может быть суп, чтобы там еще и был апельсин и так далее. Поверьте, здесь вот этого вкуса апельсина нету, потому что его перекрывает имбирь. А имбирь, как вы знаете, является одним из тех важных продуктов, которые сжигают жир. Поэтому это очень важно. Если вам захочется все-таки немножко изменить вкус, я всегда советую добавить наших специй. Ну, тогда вообще вот вашу любимую специю взяли, и замечательно. Но для разнообразия он нужен, и из-за имбиря он нужен. Все супы и шейки у нас витаминизированы. То есть вы получаете с каждой порцией тот набор витаминов, который вы с нашей углеводистой пищей на сегодняшний день современного человека однозначно не получите. То есть съели тарелку супа, получили витамины. Съели, выпили шейк, опять-таки получили витамины. И, конечно же, в программе идут уже известные всем, а для новичков обязательно я сейчас озвучу, флоромакс, ленофит и любимые всеми молочная сыворотка и кофейный напиток. Это все идет в программу. Вот здесь у новичков может возникнуть вопрос, как же так? Так много продуктов, неужели я все должен купить, и зачем мне это все нужно? Но когда мы будем говорить с Белой Яковлевной, то мы озвучим стоимость программы, и будет понятно, что она абсолютно недорогая, а наоборот даже очень экономный вариант получается. Значит, это что касается продуктов. Теперь, что бы я хотела сказать. Да, по программе. Смотрите, у нас есть разработанная компанией Vivasan такая брошюра, программа Vivaslim. И все те, кто хотят, или вы когда будете советовать, обязательно советуйте приобрести вот такую брошюру, потому что здесь пошагово все расписано, как пользоваться, очень понятно. Причем здесь даны рецепты приготовления, рецепты простые в приготовлении, ничего сложного в них нету. И сбалансировано по колоражу, это тоже очень важно. То есть здесь нужно вообще, когда есть какая-то проблема, ее нужно изучить. И если есть проблема лишнего веса, вам не только нужно как бы предложить продукт, а постараться со своим клиентом изучить эту проблему, да, чтобы вот есть какие-то нюансы, вот даже о которых я рассказала, чтобы они понимали вот эту проблему и знали, как ее решить. По поводу рецептов, что я хочу сказать. Поскольку у нас есть уже результаты и, в общем-то, я знаю людей, которые идут по программе. Мой совет, ну и вообще совет очень многих по рецептам, чтобы получилось и чтобы не сорваться с программой и вообще, чтобы не сорваться для снижения веса. Я советую приобрести вот такие вот ланчбоксы. Я даже специально написала вот так вот завтрак, чтобы было понятно обед и ужин. Это же не сложно с собой возить. Сейчас женская сумочка тяжелее, чем эти ланчбоксы. Но чем это хорошо? Если вы заведомо предполагаете, что у вас не будет целый день дома, и вы можете пропустить завтрак или ужин или обед, или вообще все три приема пищи, да, то, конечно, нужно приготовить это все с вечера. Вот пусть у вас будут свои ланчбоксы, которые вы будете каждый вечер подготавливать для того, чтобы не сорваться. Это тоже важный момент. Далее, что касается программы, вам что еще понадобится обязательно? Я вам всем советую иметь дневник, сантиметр. Но весы я уже не стала приносить. И весы, конечно же. Перед началом коррекции лишнего веса обязательно нужно измерить основные объемы, то есть объем груди, бедер, талии, рук и ног и записать в дневник с числом. Записали. Далее. Что касается талии, очень интересная информация. Оказывается, Всемирная организация здравоохранения была выявлена норма талии для женщин и норма талии для мужчин. Для женщин она составляет 80 сантиметров, для мужчин составляет 94 сантиметра. Превышение нормы в области талии является прямой угрозой для здоровья, то есть таких заболеваний, как сахарный диабет второго типа и атеросклероз. Это два вот таких страшных заболевания, которые... Это угроза. Почему? Потому что брюшной жир является... Он по своему составу отличается от жира в бедрах. Он является гормонозависимым. И от этого жира организм избавляется в самую последнюю очередь. Поэтому все и говорят, надо же, я похудела, а вот живот никуда не уходит. Это именно по этой причине. И учитывая тот факт, что современный человек, как я уже сказала, использует углеводистую пищу, рафинированную пищу, которая идет непосредственно в жировое депо, то вот и пожалуйста, здесь нужно смотреть. Иногда даже бывает вроде как и не такая полная, а норма талии уже превышает. Поэтому здесь нужно не забывать про вот эти вот показатели. Так, теперь, что бы я хотела еще сказать? Теперь бы я хотела уже пригласить для отчета о результатах группы московской, худеем вместе, которую называют Марию Виноградову. И вот у меня готовые вопросы. Как всегда, я с вопросами приставлю ко всем. Мария, пожалуйста, здравствуйте. Итак, Мария, скажите, пожалуйста, да, микрофон. Вот мы бы хотели услышать ваш отчет о группе худеем вместе. Во-первых, когда группа начала свою работу? И почему? И почему? Всем здравствуйте. Значит, когда появилась вообще вот эта система, программа Vivo Slim, когда Томас нам ее представил на семинаре, появилась идея, что продукт классный, идея классная, но чаще всего человеку тяжело все-таки самому одному придерживаться этой системы. И здесь мы решили, по сути, организовать вот такой клуб, на котором мы будем представлять, саму презентовать эту продукцию, а также поддерживать людей уже в этом деле. И, по сути, клуб начал работать 18 июля 2014 года, и вот уже к январской конференции у нас появились первые результаты. А сколько человек посещают клуб? Вот мне интересно, какова тенденция? Сначала было меньше, стало больше, или наоборот, было больше желающих скорректировать свой вес, и сейчас меньше? Ну, когда только вот запустили клуб, ну, численность была где-то в среднем, может быть, там, ну, человек 10. То есть люди только приходили, узнавали, смотрели, что это такое, какую информацию здесь дают. Дальше уже у нас, по сути, сформировалась уже такая основная группа, которые вот, ну, действительно решили для себя, что они хотят похудеть. Поставили цель себе, да? Да, поставили себе цель. И дальше, по сути, вот здесь, как говорится, начинается самое интересное. Кто же продержится и дойдет. То есть, в принципе, уже где-то вот, так как программа идет 4-6 месяцев, где-то уже вот в этом промежутке стало меньше людей, то есть отсеиваются. Ну, здесь тоже есть как бы свои нюансы, которые мы учли, и я думаю, что уже вот сейчас во втором потоке мы это исправим. А скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, вы же наблюдаете за группой уже с июля 2014 года, почему люди ходят в группу? Ну, вот я поставила себе цель, ну, и буду я сама к этой цели идти. Или что-то вот все-таки есть такое вот толкающее на то, чтобы прийти в группу? Наверное, все-таки есть, если люди приходят, потому что вот могу сказать, что когда начался второй поток, людей стало намного больше. То есть у нас даже было, что где-то 30-35 человек приходят, посещают. А может быть, потому что они между собой делятся, у кого какие успехи? Я думаю, что да, да, то есть все-таки в рамках офиса, за рамками офиса происходит общение, люди делятся своими результатами, впечатлениями. Ну, в первую очередь, они приходят сюда за информацией, что и как делать, чтобы достичь результата, за мотивацией, за поддержкой, потому что все-таки не каждый человек может один пройти этот путь, потому что все равно возникают какие-то вопросы. То есть непонятно, почему, например, вес встал, да, и что делать. А сюда они приходят, чтобы, по сути, задать этот вопрос. И уже мы с нашей командой пытаемся ответить именно на вопросы. Если уже мы не можем, то мы отправляем к врачу. К врачу, к нашему. Замечательно, я как раз именно это и хотела услышать. Еще скажите, пожалуйста, были ли сложности продержаться по программе, предложенной компанией ВАСАН, и какие это были сложности? Здесь сложно ответить, прям вот однозначно, были сложности, либо нет, потому что каждый человек индивидуален, и каждый уже решает для себя. Могу сказать, вот, то есть уже больше полугода этот клуб идет, и я вижу тенденцию того, что на самом деле с программой очень легко работать и легко похудеть, достичь результата. Главное у людей это все-таки придерживаться системы. Как и во всем. Да, как и во всем, по сути, да, то есть можно, если провести аналогии, то это везде. То есть в построении бизнеса, либо... Я прошу прощения. Похудения. Сама забыла, прошу прощения. Да. Насчет сложностей мы говорили. По поводу сложностей. Да. И вот еще главное, что я заметила, тенденцию, это то, что людям сложно перейти на пятиразовое питание, то есть то, что предлагает программа. Потому что люди в основном питаются... Не привыкли так часто есть. Нет. Оказывается, проблема не в том, что они много едят, а в том, что они очень редко едят. То есть это всего два раза, вот то есть внутри это вообще редко встречается. И большинство пропускает завтраки, что тоже... Что нельзя. Что нельзя абсолютно. Все забываем, да, вот эту поговорку, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Ну и последний вопрос, который я хотела бы вам задать, это каких успехов достигли те, кто посещают группу. Но, конечно, у нас есть фотографии с конференции, потому что там были представлены как раз вот эти вот результаты. А вы просто озвучите тогда, да, у кого сколько килограмм. Сережа, пожалуйста, вот эти слайды покажи. Вот это вот наши... Так, ну вот здесь, да, у нас хорошо представлена наша девушка, прекрасная Ирина Шатохина. Значит, у нее была программа за 6 месяцев похудеть на 15 килограмм. То есть вот здесь видно у нас пример того, что это было до, это после. Ее результат минус 14 килограмм. Вот у Елены Власовой, по-моему, очень такой видимый, да? Да, это наша вот прямо героиня с такой силой воли, упорством и огромным желанием. У нее результат минус 28 килограмм. За сколько? Она поставила себе цель за 4 месяца похудеть на 15 килограмм, но она даже его превысила. Даже превысила. Да, свою цель. И вот как раз после уже январской конференции она поставила себе новую цель продолжать. И еще минус 10 килограмм она хочет замечательно получить. Ну вот здесь, конечно, так вот выглядывает как сестра, да, Елена Власова, а не она сама? На самом деле, то есть вот мы видим, насколько они изменились, насколько они стали, вот даже в офисе мы их видим, общаемся с ними, они более энергичные, такие легкие, позитивные стали. Ну, то есть люди вот прям меняются на глазах. Вот, ну, я за них очень рада и горжусь ими, то есть прям они умнички, замечательно. То есть вот на самом деле прошли путь, они, как я всегда говорю на занятиях, вот на клубах, то, что нужно всегда найти свою цель, мотивацию, ради чего, по сути, следовать этой системе. Вот они нашли для себя эту мотивацию, они следовали, они получили результаты. Как бы им тяжело не было, хотя вот тоже, когда с ними общалась, самое сложное в начале, вот, да, например, у Ирины Шатохиной, у нее первые три месяца вес вообще стоял. То есть она говорит, я все делаю вот по этой программе, Вива Слим, там у нас идет молочная сыворотка, флора Макс, говорит, но вес стоит уже, ну, говорит, я не знаю, что делать. Пошла к Николаю Андреевичу, к врачу, посоветовалась, он ее поддержал, еще больше вдохновил, и у нее пошел вес. Отлично. Да, и то есть... Пошел вес, я надеюсь, не увеличиваться, да? Нет, вниз пошел. Пошел снижаться. Да, то есть опять же, главное терпение и упорство, и результаты будут. Согласна. Мария, большое спасибо за вот такой отчет хороший. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Что я хотела бы еще сказать по программе, я вот так упустила, когда ее презентовала. Значит, программа рассчитана, по программе можно снизить вес 15 килограмм за полгода или 15 килограмм за 4 месяца, а также 10 килограмм за 6 месяцев или 10 килограмм за 4 месяца. То есть тот вариант, который вам наиболее подходит, вы тот, то есть человек для себя и выбирает этот вариант. Каждый из вариантов поделен, то есть каждый из программ поделен на 3 стадии. На 1 стадии идет, как всегда, при любом снижении веса, при любой программе идет очищение кишечника от токсинов и шлаков. Второй этап – это избавление от жировых отложений в клетках. И на 3 стадии уже самой программы человеку приходит понимание разумности питания, правильно сбалансированного питания. И вот под конец уже вот этой вот 3 стадии, конечно, уже идут к снижению килограмма. То есть он видит уже прогресс этот, радуется и как бы понимает, как ему и в дальнейшем поддерживать вот этот вес, к которому он пришел. На 1 стадии идут, конечно же, вот такие вот продукты, как молочная сыворотка, кофейный напиток. В особенности молочная сыворотка с флорамаксом, они дают именно очистку кишечника от шлаков и токсинов. Ленофит – это опять-таки для того, чтобы тенденция пошла к снижению жировых отложений в клетках. Вот, ну а про супы и шейки, конечно, вы уже слышали, я рассказала. Теперь, конечно, мы переходим, да, еще один момент. Программа подразумевает физическую нагрузку. И здесь мотивация у всех резко падает. То есть, хоть и весело выяснились, но я знаю, что когда человек на самом деле имеет избыточную массу тела, вот эта вот одна только мысль, что нужно что-то вот делать такое, физические какие-то упражнения, она резко снижает мотивацию. Я вас уверяю, что я вам сделаю предложение, от которого вы не сможете отказаться. И вы захотите заниматься и делать вот эти физические упражнения. Но это все после выступления врача-нутрициолога Тараевича Белла Яковлевны, которую я приглашаю. Вам будет удобно с таким микрофоном или с таким, Белла Яковлевна? Наверное, я уже я. Все, мы включен. Давайте включим вам. Спасибо. Итак, Белла Яковлевна, у нас, конечно же, есть подготовленные вопросы, как обычно на вебинаре, чтобы вам было что услышать. Именно услышать в каком смысле собранные вопросы от всех людей. И первый вопрос у нас к вам такой. Что же мы должны знать о такой проблеме, как ожирение? Добрый вечер. Ну, проблема ожирения – это проблема, можно сказать, всемирная. Потому что за последние даже десятилетия количество эта болезнь больных с ожирением только увеличивается, несмотря на все старания врачей. Чем это объясняется, что вот такое заболевание охватывает все страны практически? Дело в том, что человек должен питаться сбалансированно. Что это значит? Это значит, в течение суток он должен принимать питаться пищей, которая состоит в белке, жиреуглеводов, клетчатке, витамины. К сожалению, питание наше оставляет желать лучшего. Поэтому оно не сбалансированное. Какие же причины? Причина? Причина? Или нет? Нет. Какая еще? Извините, да. Ожирение – это болезнь. Различается несколько стадий. О причинах чуть позже, извините. Различается несколько стадий. И для того, чтобы понять, если у человека лишний вес, нужно его определить, соответственно, вес. Определяется по индексу массы тела. Определяется таким образом, что вес тела делится на рост в метрах квадратных. Вес тела разделить на рост? На рост в метрах в квадрате. Тогда мы получаем индекс. Вот нормальный индекс веса, с нормальным весом, это 18,5 до 25. Все, что выше, это уже повышенный вес. И начинается ожирение разных стадий. Значит, если ожирение идет на… Если вес превышает 30% от исходного, это ожирение первой стадии. И так далее, до 100%, когда мы имеем ожирение, тяжелейшее, четвертой стадии. Вот. Значит, ожирение бывает редких форм. Я бы хотела вам сказать об этом, что у нас есть программа снижения веса, но мы должны понимать, что есть ожирение, связанное с патологией. Это очень происходит нечасто. Может быть, это где-то, может быть, 2% в это входит. Но об этом надо знать. Люди с гормональными нарушениями, с заболеваниями щитовидной железы, с заболеваниями гипофиза, напочечников, это считается патологическое ожирение. Не алиментарное. Алиментарное – это переедание, это недостаточные движения, и это подается коррекцией. Все, что касается гормонального ожирения, это дело врачей. Нужно проходить лечение, нужно принимать препараты, и это снижение идет под наблюдением врачей. Значит, в основном у нас первая, вторая стадия ожирения. То есть, давайте я вот еще раз так, чтобы точно было. Если человек страдает с болеванием, например, щитовидной железы определенного типа, сахарный диабет, какие еще вы сказали? Какие еще заболевания? Ну, гормональные заболевания, оно многоэтиологично, это может быть напочечниковые заболевания. Напочечники, да. То есть, вот в этих случаях, даже если человек придерживается диеты, с балансированным питанием, он все равно не снижает вес. Не снижает, он может не снижать вес. Или незначительный снижает вес. Или потом опять набрать. Или опять его набрать, да. Ну, я заранее скажу, что от нашей программы вреда не будет. Вот я просто ее анализировала. Но во всяком случае, мы же должны давать результат. А когда это спровождается заболеванием, я считаю, что это нужно наблюдение все-таки доктора. То есть, в любом случае, мы наших клиентов, тех, кто хочет уходить по нашей программе, мы должны спросить, нет ли у них вот таких заболеваний. Ну, еще лучше, да. Очень, ну, вот такие ожирения, как третья и четвертая стадия, конечно, требуют консультации врача, я так сказала. Первая и вторая стадии, как правило, это начальная, элементарная, штука элементарная. Это фактор, связанный с перееданием и малоподвижным образом жизни. Что это 90% таких у нас начавшихся случаев ожирения, которые мы можем великолепно здесь корректировать. И вот опыт уже этой программы показывает, что все те, кто занимается этим, снижение веса идет. Вот. А мы сейчас можем перейти уже, да, ко второму вопросу. Можем, да. Я иди, да, причины, да. Да, вот в чем кроется причина увеличения веса? Вы знаете, вот причина ожирения, особенно его вот первой, второй стадии, оно связано, вот банально смотрите, с чем. Значит, когда человек получает питание, у него выделяется энергия. Для чего нам нужна энергия? В первую очередь это воспроизведение наших клеток, которые гибнут ежесекундно. Их надо воспроизводить, для этого нужна энергия. И второй фактор – это физические затраты наши, да. Мы ходим, мы там делаем что-то по дому и так далее. И количество поступающей энергии с пищей не должно, должны быть энергозатраты, при том, что поступает питание. Когда же мы получаем энергию и не тратим ее, все это откладывается в жир. Вот теперь понятно, почему нам нужны физические, хотя бы легкие какие-то нагрузки. Вот сегодня Галина нам покажет. Элементарные вещи, и будет очень интересно. Вот, это о физических нагрузках. Вот смотрите, такой пример. Например, женщине в 20 лет требуется 1693 калории. Ну вот, могу на несколько калорий ошибиться. А уже в 40 лет ей требуется с возрастом количество поступающей энергии в килокалориях должно уменьшаться. Ну, нам не надо уже воспроизводить клетки, они уже с молодого как бы воспроизводятся, только как бы нужно энергию меньше, короче, меньше нам энергии нужно. А ей нужно только 1500 калорий. И вот каждый день, переедая всего лишь на 100 калорий, это пол кусочка черного хлеба. Уже через год эта женщина наберет 5 кг. Вот это настолько показательный пример, что я, когда его первый раз встретила, я тоже была удивлена, потому что представьте себе пол кусочка хлеба. За год накапливается 36500 калорий. И все, 5 кг уже готовы. Вот вам причины, вот банального, уже повышения веса в течение там, возрастные, правда, возрастные, не прилагая. И женщина удивляется, я ем немного, я ем столько же, да, а я поправляюсь. Вот причина. Значит, надо так, или уменьшить килокалории, то есть уменьшить питание в калории, или увеличить физические нагрузки, для того, чтобы эта энергия могла превращаться, вот, не накапливаться в жирах. Вот так скажем. Ну, а если вот, я буквально на секунду, такая мысль пришла. Как было раньше, первобытно, общинам строить, да? Мамонта поймал, убил, съел, месяц живешь, а потом, где еще мамонта? Месяц ждешь, там, в засаде, да? Ну, как-то вот так это было. Ну, движение больше было. И что этот месяц делали люди? Они питались кореньями, ну, чем-то еще. Но при этом, какая максимальная физическая нагрузка, да? То есть, вот ожирение в первобране... Их не было, ожирения не было. ...когда просто не было его. Потому что энергозатраты превосходили вот то питание, тот калораж, который они получали. У них энергия, как бы, расходовалась гораздо быстрее. Поэтому не было накопления жиров. Так, следующий вопрос. Ну, третий вопрос у нас все-таки еще раз, да? Вот сейчас-часто мы уже говорили, и вообще можно, постоянно слышим мы о белках, жирах, углеводах. Но, опять-таки, все-таки не все четко понимают, что это такое. Можно ли их сочетать, например? Или что опасно, а что, наоборот, полезно? Полезно ли все? То в чем, например, нежелательно какие сочетать между собой? Вы знаете, очень коротко, потому что даже если говорить о белках, можно говорить 2, 3 и так далее. Это большая очень тема, поэтому я очень коротко. Значит, в наше питание входит обязательно, ежедневно, белки, жиры и углеводы. Это, как бы, кроме этого, входит клетчатка, витамины и микроэлементы. Без этого человек сочетать не может, иначе он начинает заболевать. Если он что-либо не получает. Или это будет белковое голодание, или у него начнут сильные запоры, если клетчатки, и так далее. Значит, белки. Белки у нас состоят из аминокислот. Их 120. 20, это нужно немножечко знать, 20 аминокислот, которые мы получаем с пищей. Из них 12 мы получаем с пищей, и может вырабатываться в организме эти аминокислоты сами. А вот 8, это незаменимые называются аминокислоты, которые не вырабатываются в организме. Поэтому мы должны употреблять те качественные белки, которые нам дают возможность вот этих 8 аминокислот дополучать. А где состав аминокислот наиболее качественный? В белках, как ни странно, многие говорят о растительных белках. Именно в животных белках. Это мясо, это, предположим, курятина, это рыба, это яйца, которые усваиваются у нас на 92% и дают нам полный комплекс. Вот ЕЦ, например, практически аминокислоты дают полный комплекс тех аминокислот, которые нам нужны для организма. Поэтому белки, ну можно говорить о вегетарианстве. Значит, о вегетарианстве можно говорить и можно компенсировать животные белки растительными. Но для этого нам их придется больше есть. Больше есть для того, чтобы извлекать все, они более бедны аминокислотами. Хотя вот вегетарианцы как-то, не знаю, я не сторонник вегетарианства. Белков нужно 1,5 грамма на килограмм веса. На 50 килограмм веса 75 килограмм белка. Там можно рассчитать, сколько белка нужно в день. Но это еще не все. Вот соотношение белков, жиров и углеводов для сбалансированного питания должно быть в определенное соотношение. Значит, смотрите, жиры, белки и углеводы 1,1,4. Таким образом, углеводов мы должны съедать в 4 раза больше. Значит, перехожу к жирам. Углеводов или все-таки? Углеводов должны съедать в 4 раза больше, чем белков и жиров. 1 жиры, 1 белки. Двоеточие. 1 углеводы, 4. Ну, так и получается. Мы же больше едим и углеводов. Значит, жиры есть твердые и насыщенные, и есть ненасыщенные моножиры и полиненасыщенные жиры. Вот я остановлюсь на полиненасыщенных жирах, где есть жирные кислоты, которые нам необходимы каждый день для того, чтобы поддерживать нашу клетку. Это известные, по-моему, всем уже, кто у нас здесь с репьютором. Это омега-3 и омега-6. Опять же, их соотношение между собой должно быть 1 к 2. То есть омега-3, омега-6 должно быть 2 или омега-6 должно быть 3. А у нас получается питание омега-3 1, а в 40 раз больше омега-6. Но это вопрос такой довольно серьезный, потому что, предположим, очень много, когда растительного масла мы готовим на растительном масле, который содержит омега-6, и жарим на нем много, да, то это не очень полезно. Поэтому нужно, предположим, вот рыба, да, жирных сортов, рыбий жир, где еще находится омега-3, в льняном масле. То есть масла, соответственно, принимать для того, чтобы тоже было соответствие. Это тоже для организма важно. В мембрану клетки входят омега-3, 6 и 9. Значит, вот полезная рыба, которая в холодных водах, это вот то, что недостаток наш, который мы компенсируем, наши омега-3, которые советую принимать практически всем в питание, хотя бы по одной капсуле, потому что она нам гасит недостаток омега-3, который не хватает, и поэтому много сердечно-сосудистых последствий заболеваний развивается. Так, что еще о жирах? Значит, о твердых жирах можно сказать таким образом, что сейчас очень много пишут о холестерине, да, при твердых жирах. Кто-то опровергает, я читаю статьи, что я единственное могу сказать, без жиров существование невозможно. Поэтому нельзя в системе похудания говорить о том, что я полностью отказываюсь от жира. Нужно сокращать потребление жиров в твердых, это свиное сало, да, хотя маленький там кусочек можно, можно все, но это все в разумных пределах. Сливочное масло, в 100 грамм сливочного масла 770 килокалорий, давайте подумаем, да, 770 килокалорий, в 200 граммах 77 калорий. Исключать сливочное масло из рациона? Вот я задаю вопрос аудитории. Ни в коем случае, значит, 15 грамм сливочного масла, где содержатся витамина, который нужен для работы зрительного нерва и для нашего зрения. Вот, поэтому, ну не надо съедать бутерброды, намазанные густо, там 50 грамм, да, и 300 килокалорий раз и съели. Ну вот, то есть вот в отношении твердых жиров надо быть аккуратными. Что касается, вот рыбы, да, мы не можем ее переесть, потому что, ну, сколько мы можем съесть там ненасыщенных жирных кислот? Нужно рыбу хотя бы 2 раза в неделю есть, это минимум для того, чтобы. В замороженной рыбе очень мало аминитрии. Ага. Так. Хорошо. Ну и углеводы буквально несколько суток. Да, углеводы, пожалуйста. Углеводы – это источники энергии, вот, поэтому мы питаемся углеводами, и это самая большая опасность в плане того, что у нас могут излишки углеводов, быстро усвояемых, так называемых быстрых углеводов. Где они находятся? Они находятся в хлебе не грубого помола в белой муке, они находятся в самое-самое быстрое поступление углеводов – это с сахаром, это сахароза, которая немедленно поступает в кровь. И ее излишек требует выделения инсулина. И часто вот эти вот диабеты, ожирение, они вот связаны с тем, что быстрые углеводы поступают, которые требуют инсулина. Его начинает не хватать, и получается, что это в жир откладывается. Вот надо быть аккуратно, особенно вот с сахаром, с белым, булочные изделия, хлеб, вот, мука пшеничная, высокого сорта. Вот все это вот в основном и дает нам лишние килокалории и отложение углеводов. А такие вот углеводы медленного действия, как, например, макароны, те же, но из твердых сортов. Из твердых сортов – это тоже источники микроэлементов и витамины там Е, казалось бы, да, мука? Но пшеница твердых сортов, она очень полезна, потому что углеводы очень медленно усваиваются, постепенно, и требуют энергии, эта энергия затрачивается и не откладывается в жир. Ну, что еще из медленных углеводов можно? Что вот из быстрых, что вредно? Это и мороженое, хлебобулочные изделия, опять же говорю, сахар надо исключать. Конфеты. Конфеты, да, вот все варенья, вот такие вот сладости. То есть везде, где сахар садится. А фрукты, где находится фруктоза, которой можно даже диабетикам, это даже и виноград, ну, не в огромном, и арбузы, и фрукты, груши, яблоки, вот это тоже источник небыстрых углеводов. Но не в громадных, конечно, количествах, все в разумных пределах. Все в разумных пределах, да. Так что он осторожен, мы должны иметь в отношении быстрых углеводов, которые, как правило, являются причиной отложения жира. Сухофрукты можно, это медленные углеводы. Можно. Белла Яковлевна, я вот слышала такую информацию, как на сегодняшний день современному человеку нужно 40, значит, вот как сбалансировано, да, по белкам, жирам и углеводам. 40% должно составлять белки, то есть на 40% увеличить, а на 40% уменьшить быстрые углеводы. Соответственно, 20%, если просто говорить, составляют жиры. Это вот логичная, правильная форма. Это очень логичная, правильная форма. То есть вот так будет, как бы, понятно. Соотношение нормальное, да, да, очень хорошее соотношение. Отлично. Сбалансированное. Ну вот, вот, понимаете, и сегодня даже я еще смотрела в интернете, сбалансированное питание, вот это вот должно быть у нас сбалансированное. Понимаете, если мы будем, предположим, так же переедать углеводы, да, это все будет, как бы, откладываться. Недостаток белка, исключать его, как бы мясо вот взять там или что-то исключить, тоже нельзя. Должно быть вот эти соотношения, выдерживаться все. И обязательно клетчатка. В рационе. Рецептов очень много. Вот наши рецепты, которые здесь даны, я их просматривала, они настолько идеально сбалансированы, те, которые у нас вот есть для программы снижения веса. Причем здесь не такой низкий колораж, который бы мы испытывали голод. Это 400 килокалорий. Это очень хорошие калории, которые дают насыщение. И вот надо просто образовываться в этом плане и присматриваться к сбалансированному питанию. Рассказать вот прямо рецепты какие-то, ну мы их дадим немножко, да? Да, да, обязательно. Ну у нас следующий вопрос, вот в чем особенность продукции Viva Slim? Вот именно, могли бы вот так вот как бы... Обязательно. Я вам хочу сказать, что у нас программа похудения была до продукта. И до появления новых продуктов. Из них я бы хотела отметить, и очень хорошо программа работала, кстати. Это Viva Vida Coffee и сыворотка наша. Значит, эти два продукта, они идеальны для снижения веса. И первое, чему я передаю очень большое значение, это сыворотки. Потому что это источник молочного белка. Вот белок улавливаете, да, он совершенно необходим. И еще инулина. Это клетчатка, которая как бы не дает повышаться в люкозе, сахару. Очень хорошо держит вот это вот. И очень продукт хорошо сбалансирован по витаминам. Сам по себе продукт очень хорошо выводит воду. Но не так выводит воду, что будет недостаток ее. Но он в межклеточную жидкость выводит, вот эту лишнюю. И человек буквально, ну как бы сказать, вот очистка происходит очистка. А ведь в этой жидкости много и токсинов, и всего. То есть происходит хорошая очистка организма. Это наша сыворотка. Viva Vida Coffee сбалансирована идеально. По ненасыщенным жирным кислотам. По белку, по молочному. По витаминному составу. И колораж его великолепный. Там, он может быть чуть-чуть снижен. Но на молоке, когда его делаешь, я вот сама очень люблю этот напиток. Берется на обезжиренном молоке, две столовые ложки, и выпивается стакан в 108 килокалорий. Его можно пить до пяти раз. Но я просто говорю о той программе, что была. Мы его употребляли до пяти раз в день. И прекрасно шло снижение веса. Теперь мы имеем программу, которая у нас идеально расширилась. Почему идеально? Потому что мы получили еще в продукте полноценный белок. Очень вкусный продукт. Очень хорошо насыщает. И поэтому практически это органический нормальный продукт, который сделан из высококачественных. Мы так не можем заболансировать питание, пойдя в магазин и там взяв что-то, взяв и попытав сделать сбалансированное питание. За нас уже здесь все продумали, и хотя бы один раз в день, даже на одном продукте, на нашем, заменяя питание, можно начать снижать вес. Значит, что еще из наших продуктов? Очень хороши шейки. У них калорийность чуть выше, чем супов, 200 килокалорий. Поэтому идет еще больше насыщение, сбалансированное прекрасно тоже. Ну а супа, вот картофельный суп, у нас идут презентации здесь на клубах. Мы просто презентируем все время вот картофельный суп, он очень вкусный и овощной. 150 килокалорий. В одной порции. В одной порции. 300 миллилитров. Гайна, вы еще будете рецепторы немножко рассказывать. Я бы хотела пока, ну по рецептам, в принципе, здесь все так хорошо расписано. Я самих рецептов не хотела бы так касаться, потому что в программе они все расписаны, они по калоражу все опять-таки входят в тот калораж в день, который необходим. Я хотела бы все-таки, чтобы вы коснулись непосредственно. Я бы хотела сказать о той, вообще считаю, что в снижении веса, вот то, что у нас появились блокадеры, это очень большая помощь. Вы знаете, ко всем каким-то таблеткам, я здесь просматривала интернет, ведь есть для снижения веса и врачи используют препараты, которые влияют на чувство голода. Это все препараты, связанные с гормонами, химические, гормональные препараты, которые могут употребляться только в тяжелых случаях ожирения. Я бы никому не советовала заупотреблять этими таблетками, они дают побочные эффекты. Что мы имеем сейчас? Мы имеем два прекрасных продукта натуральных. Натуральных. Вот, например, здесь из блокадера жира, по-моему, опунция, да? Да. Опунция полученная. Из волокнистого комплекса, это волокнистый комплекс. Он, значит, связывает в желудке, но это клетчатка по-другому. Клетчатка, которая притягивает к себе жир, он не растворяется, после этого не всасывается, а в неизмененном виде, вот вместе с этой клетчаткой, выходит из желудочно-кишечного тракта. И 33% жира мы выводим. Вот, я даже не могу аналогов привести. Я с Николаем Андреевичем разговаривала по этому поводу. И никаких, практически, почти никаких противопоказаний. Понимаете? Потому что все это натуральное. И второе – это блокадер углеводов. Я их немножечко… Это из натуральной фасоли. Плюс еще МКЦ. Что такое МКЦ? Это целлюлеза. Это также клетчатка, которая абсорбирует на себе и выводит также в неизменном виде. Можно применять и то, и другое сразу перед едой. А можно перед едой блокадер жира? Ну, здесь схема есть у нас, как применять. Хэлла Яковлевна, а можно? Вот один вопрос сразу, попутно. Пожалуйста. Так мне пришел в голову. Хорошо, вот те, кто хотят снизить вес, это обязательно в программе присутствует. А, к примеру, вот мне снижать вес не нужно, да? Но я заведомо знаю, что у меня будет погрешность в еде. Вот, например, я иду в ресторан, и там из французской тарелки ем ровно столько, сколько, а то еще и заказываю. Заказываю, да. Ну, мне это не страшно, у вас сбалансирован обмен. Так можно мне, например, заведомо, я знаю, что я сегодня иду, к примеру, в пиццерию и съем хорошую такую пиццу. Это великолепно, потому что это будет профилактика ожирения, давайте так скажем. Это будет не снижение похудения веса программы, да? А это будет профилактика того, что у нас это не отложится лишнее. Ну, хочется, да, нарушить. Это же не каждый день происходит. То есть, да. Можно выпить перед тем, как торта кусочек, можно съесть углеводоблокатор. А перед какой-то отбивной, там, свиной или что-то, да, можно блокатор жира. И никакой прибавки в весе не будет. Белая Яковлевна, и вот я опять-таки хочу для новичков озвучить, все-таки, как мы, можно ли принимать, например, два блокатора вместе. И от жира, и от углеводов. Я же не знаю, например, я не только на углеводистой пище, да, а смешанно можно. Можно. Да, и то, и другое. И вот важный момент. До еды, да, все-таки, для того, чтобы подготовить. Подготовить, для того, чтобы эта клетчатка, ну, разбухая, да. И она начнет ассорбировать, потому что если вы вместе с едой, пока это пройдет время, к этой части уже всосется. Понимаете? И в зависимости от объема, я, соответственно, я предполагаю, что я сегодня хорошо поем. Значит, не бед. Да нам надо бед. Да? Можно две. Ну вот, да, это на то, что я хотела очень. Ну, это наша палочка-выручалочка, а в системе похудения, я бы сказала, это просто такая у нас новация, которая дает очень хорошие результаты. Потому что результаты почти очень хорошие. Мы же можем много говорить, да, все это есть и ничего взамен не получить. Но если этой программе следовать, то худеют все. Сколько бы, вот я тоже присоединяюсь скоро. Кстати, вот по поводу рецептов, меня поначалу немножко даже удивило, что здесь есть также, на самом деле, вот по этой программе очень комфортно снижать вес. Очень. И все вот, кто как бы по ней пошли, они все это отметили, потому что, например, рецепт жареная, жареная куриная грудка с салатом из огурцов и помидоров. Ну, замечательно же, то есть, вот как бы, и, пожалуйста, тебе, или форель отварная с вареным картофелем, кстати, вареный картофель не содержит столько калорий, как все боятся. Ну, лучше в мундире варить, потом очищать, если есть мундире тоже. Вот, потом, опять-таки, предложенные завтраки, вкусный творог с нашими приправами, это очень вкусно, можете мне поверить. Это как раз тот белковый завтрак, который вот отлично подходит. Очень хорошо сбалансированы вот эти рецепты, я их все просматривала. Мало того, что они очень вкусные, в чем здесь цены, здесь рассчитаны, сбалансированы все и жиры, и белки, и вода. Я даже не знаю, кто это составлял, но это великолепные рецепты. И здесь выведен калораж, где вы можете учитывать его, да, потому что в программе похудения, это не на всю жизнь, потом организм, когда он переходит на новую ступень обмена, не нужно будет за каждую брать и каждую морковку считать калории. У вас уже организм сам будет воспринимать, вы уже не будете считать калории. Вот эта программа, первый месяц нужно, конечно, считать калории, для того, чтобы добиться успеха. А здесь все уже выверено, понимаете? Это вот как раз третья стадия, когда приходит разумность, то есть понимание разумности, неправильно я сказала, понимание разумности питания. Вся программа, конечно, в голове, потому что если человек психологически не настроится, он будет срываться, понимаете? Он будет срываться. А так все, что-то еще, Флора Макс рассказали, да? Да, Белла Яковлевна, а вот скажите, пожалуйста, мы, наверное, все-таки уже коснулись этого вопроса, который я хотела задать, но тем не менее, да, вот что, если программа «Вивослим» низкокалорийная, зачем же нужно еще питаться по предложенному меню? Вот все-таки одним словом, как можно дать ответ? Ну, вы знаете, что, ну, это и чисто психологически переходить. Мы, конечно, я вам говорю, что у нас на программе был вот «Вивовид кофе», и мы худели на нем и по пять раз. Но чисто психологически, как вы и отходите вообще от питания, да? Мы же всю жизнь как бы питаемся, поэтому вот эта вся выверенность, сбалансированность питания наше и супы, которые нам помогают, и то питание, которое есть, оно создает нам систему питания, которые не резко отходят вообще от обычного питания. Вы потом, вы мягко перейдете на это питание. Я так вот считаю. То есть вы от своего привычного питания не отходите. И в этом есть психологическая такая как бы составляющая, которая очень… Вот у меня еще один вопрос, который как бы давайте озвучим все-таки, сколько стоит программа в день, потому что новичкам это как раз было бы очень интересно, да, вот здесь только… Итак, смотрите, если говорить о цене дистрибьютора, программа в день при 15 килограмм, вот если вы хотите снизить 15 килограмм за 4 месяца, то по нашей дистрибьюторской цене она стоит 316 рублей. Что на сегодня может стоить 316? Какая из программ? Даже вот, Дону Яковлевну, озвучите, пожалуйста, то, что вы нашли… Я сегодня просматривала интернет и предлагают очень много различных программ. Вы знаете, да, и вот ведущая наша по питанию, вот доктор-то, Малышева. А, Малышева, да. Ну, я думаю, это ее марка такая, кто-то там готовит, конечно, это диетологи разрабатывали и возят домой, да. Теперь таких очень много программ. Сколько вы думаете, дешевле 900 рублей в день? Программа на питание я не встретила. 900 рублей. Вот представьте, а у нас, опять-таки, есть 15 килограмм за 6 месяцев – 198 рублей, да, или 10 килограмм за 4 месяца тоже – 198 рублей, за полгода 10 килограмм – 127 рублей. Где вообще вот на сегодняшний день можно встретить такую программу экономную, при этом производство в Швейцарии, сбалансированную, витаминизированную, это реально стоит того. Дома Яковлевна, мы по большому счету, вот все, о чем мы сегодня говорили, этого достаточно или нет? Я считаю таким образом. Ну, Гаяна вообще великолепная, и программа рассказывает, и все. Сейчас два слова скажу и перейду к тому, о чем я хочу сказать. Я вам хочу сказать, что просто на продуктах, вот если вы будете свое меню составлять, это очень трудно начать снижать вес, очень трудно, потому что все равно организм не будет дополучать количество минералов, количество витаминов, это будет мешать снижению веса, а самое главное – это наладить обмен, который у нас нарушен, очень у многих нарушен. И вот этот продукт поможет наладить обмен, который будет уже работать в автоматическом режиме. Что бы я хотела добавить к этой программе? Конечно, везде пишут, и это действительно необходимо. Это трудно, но это надо. Нужно обязательно дать физические нагрузки. Разные они бывают. Это может быть плавание, это ходьба. Я уже вот шагомир себе пытаюсь, ну, может быть, сейчас эту программу. Я вот, знаете, интересуюсь снижением веса, но я первый раз вот слышу о том, что сейчас будет рассказывать Гаяна. Это настолько мне было интересно. И сейчас мы с большим вниманием будем слушать. Значит, я считаю, что для того, чтобы программа работала наша полноценно, обязательно физические, посильные нагрузки. Это может быть физкультура дома, какие-то упражнения, у нас, кстати, они описаны. Или вот то, что сейчас нам Гаяна предлагает. Галя Яковлевна, вам большое спасибо за вот такое хорошее освещение нашей темы. Огромное спасибо. Теперь я с удовольствием перейду к тому сюрпризу. Может быть, для кого-то это будет не сюрпризом, для меня это было сюрпризом, и я спешу им с вами поделиться. А именно, кто из вас слышал о такой физической нагрузке, которая называется протокол Табата? Протокол Табата. Как хорошо, что никто не слышал. Я просто в восторге от этого протокола Табаты. Почему? Потому что, оказывается, для того, чтобы снизить вес при занятиях физической нагрузки, нагрузкой нужно заниматься в день всего лишь 4 минуты. И это меня так порадовало. То есть для тех, кому не нужно снижать вес, а просто, как сейчас в Европе говорят, почувствовать себя фит, фитнес отсюда, здоровый. И вообще современный человек, он что-то должен делать для себя, учитывая нашу гиподинамию. То есть такой протокол Табата. А именно, недавно, не так давно, скажем, это был 1996 год, японским профессором, как вы догадываетесь, его зовут Изуми Табата, было проведено исследование, которое показало, что при физической нагрузке всего лишь 4 минуты в день снижение веса идет в 9 раз быстрее, чем при физической нагрузке 45 минут. Представляете? И в чем все дело? Здесь дело все в том, что физическая нагрузка идет поэтапно, то есть 20 секунд активной аэробной нагрузки, 10 секунд отдыха. То есть за 4 минуты, несложно подсчитать, это будет 8 подходов, но за один подход, вот в эти 20 секунд, можно сказать, нужно выложиться. При этом, то есть уже понимаете, что это не так легко, да? На самом деле, да, на самом деле я сейчас занимаюсь по вот этому протоколу Табата. Что меня порадовало? Вы можете для себя сделать все, что угодно, то есть ту нагрузку, которую вам, скажем так, приятнее выполнять. Это могут быть прыжки интенсивные в течение 20 секунд, для мужчин это могут быть отжимания или хуки в грушу, для женщин, например, и вот сегодня у нас есть такая степ-платформа, которая заменяет ходьбу по лестнице, но что здесь очень важно, на что обращаю внимание, 20 секунд интенсивной аэробной физической нагрузки. Протокол Табата подходит не для всех, он не подходит для людей, у которых есть заболевания атеросклероза и сахарного диабета, поэтому мы как бы исключаем вот эту группу людей, но для всех тех, кто хочет снизить вес, не имеет этих заболеваний, этот протокол Табата на самом деле очень комфортен в исполнении. Почему? Потому что, если можно, сейчас покажем вот ту спортсменку. Мне бы хотелось замечательный слайд, просто вот давайте посмотрим. Захочешь, найдешь время, не захочешь, найдешь причину. А уж 4 минуты мы можем найти, согласитесь. И смотрите, вот на сегодня я бы хотела, есть ли кто-то смельчак такой, который эти 4 минуты сейчас под музыку попробует исполнить, что требуется. Вот я покажу, вот наша степ-платформа. Нужно всего лишь 20 секунд, да, то есть 8 подходов будет делать вот так вот. Под музыку мы будем аплодировать вот так вот 20 секунд, потом 10 секунд отдыхает, и опять 20 секунд, 8 раз. Кто смельчак? У кого нет каблуков, без каблуков, на каблуках, да? То есть смельчаков нет, я так понимаю. Ой, какая умница, как... Вот все-таки молодец. Давайте поаплодируем, это того требуется. Итак, у нас, смотрите, еще. Вы представьтесь, пожалуйста, чтобы все знали, кто у нас герой. Наталья Киреева. Наталья Киреева. А вы занимаетесь спортом? Ну, занимаюсь. А как вы думаете, вам будет сложно вот это показать? Попробуем. Хорошо. Наталья, итак, у нас есть такой таймер табата, который сейчас у нас выведен на экран. И мы сейчас начинаем первые 20 секунд. Ой, как же. Первые 20 секунд под музыку. Итак, включаем, и, пожалуйста, группа поддержки. Погубьте. Начинаем. Да? 20 секунд. Включаем. Отлично. Отлично. Очень хороший тон. Можно даже руками помогать. Включаем. Осталось. Все. Молодец. 20 секунд отдыхаем. Отдых может быть, вот, сопровождаться садью. Потому что это буквально первый раунд. Начинаем. Итак, давайте. Отлично. Это у нас второй раунд. Пошел. Смотрите, как легко выполняет упражнение. Осталось 5 секунд. Осталось 5 секунд. 3, 2, 1. Отдыхаем. 10 секунд. Отдыхаем. Можно шагом. 4, 3, 2, 1. Начинаем. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Это у нас третий раунд. Самая отважная, Наталья. Молодец. Осталось 5, 4, 3, 2, 1. Отдыхаем. Как чувствуется себя? Пока, хорошо, отлично. Раунд третий. Начинаем. Четвертый раунд. Максимальная усилия, да? Организация нагрузка. Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Отдых. 10 секунд проходят достаточно быстро. Надо сказать, что когда я начинала... Начинаем. Раз, два, три, четыре. На седьмом, восьм раунде... На самом деле, это ложка, когда же эти 4 минуты закончатся. На седьмой раунд. Один. Класс. 20 секунд отдыхаем. Не тяжело вам сейчас? Чуть-чуть. По три, два, один. Начинаем. Шестой раунд. Осталось два раунда. Пять, четыре, три, два, один. Осталось. Осталось. Уже чуть-чуть, шестрая. Конечно же, и без этого. Начинаем. Седьмой раунд. Поддерживаем, поддерживаем. Никто не отваживаясь. Никто не отваживаясь. Только Наталья отваживаясь. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Последний раунд остается у нас. Семь, шесть, пять, четыре, три, три, два, один. Молодец. Семь, шесть, пять, четыре, три, 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 два, один. Молодец. Сегодняшнюю программу вы выполнили. Браво, Наталья. Можете ответить на вопросы? Да? Не запыхавшаяся? Наталья, давайте. Видно нашу Наталью. Смотрите, что я хочу сказать, Наталья. Вот, конечно, под конец уже чувствуется. Чувствуется. Пошло, и дыхание сбивается, и все. Ну, во-первых, вы выполняете его первый раз. Я сейчас включу только. Вы выполняете его, я сейчас задам вопрос, вы выполняете его первый раз. Конечно, постепенно организм начнет привыкать. И смысл этих упражнений как раз не только в том, что это аэробная нагрузка, а в том, что заводится метаболизм в организме, и обмен веществ ускоряется. Мало того, почему вот это исследование такое нашумевшее, сейчас если вы как бы залезете в интернет, вы увидите, как много по нему написано, и видео материала, и уже активно это применяется. В чем смысл? Что обмен веществ ускорен еще последующие 3-4 дня. Да, и вот именно по этой причине снижение веса идет в 9 раз быстрее, нежели если заниматься просто 45 минут в день. Это хорошее предложение, да? Согласитесь, это вот хорошее дополнение к нашей программе Вивы Слим. Наталья, я бы хотела услышать все-таки вот пару впечатлений ваших от вот этой нагрузки. И будете ли вы теперь так вот дома заниматься? Ну, нагрузка вот ощутимая. Ощутимая. Потому что дело дома по тибетской системе, Ко 21 отжимания на 10 уже тяжелее. Сейчас вот к концу, да, такое же состояние, как будто я взяла 21 отжимания. Вот, представляете, то есть, а сколько вы дома занимаете по тибетской программе? Ну, минут 15-20. Минут 15, здесь всего 4 минуты. То есть, состояние вот по ощутимости, такой тяжести, аэробной нагрузки равносильно 15-минутному. Приятное ощущение в ногах, причем тут же хочется все, чтобы работало. То есть, вы почувствуете, и ноги уже тоже задействованы. Ноги, да, вот мышцы сначала. И нагрузка на сердце уже в последние, вот последние два раунда чувствуется, что уже пульсирование сердца. Да, 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 сердце немножко есть. Ну, поэтому исключаются все, и дыхание сбивается. Это аэробная нагрузка, конечно. Потому что это все отрегулируется, наверное, надо еще, вот, систему дыхания. Да, нужна тренировка. Система дыхания, и, ну, сердце привыкнет к этому. Да, да, конечно. Ну, очень классно. Классно? Замечательно. Есть вот такой вот таймер, кстати говоря, я вам всем рекомендую его скачать. Таймер, чтобы вот не самому смотреть, да, а таймер есть уже, можно элементарно даже в телефон, 20 секунд работаем, 10 на отдых, чтобы вот не концентрировать, не май на это. Наталья, я вас благодарю. Спасибо. Я приобрету такой степлер. Не обязательно степлер это должен быть, просто здесь нагляднее было степлер. Это можно в прыжке поднимать ногу к одному плечу, вторую к другому, да, вот там правую ногу к левому, но это очень тяжело. Я сама это пробовала. Это реально вот тяжело на 7-8, правда, думаешь, уже быстрее этот ад закончился. Но вот так. Благодарю вас, спасибо. Дорогие гости, что я хочу сказать? Валерий, хочу вас поблагодарить, что вы так внимательно все слушаете. Я бы хотела закончить наш вебинар вот со словами известного арабского философа, который сказал, пища, которую организм не переварил, съедает того, кто ее съел. Да, потому что все такие выражения, которые уже как бы мы слышали, они на нас не действуют. Здесь, на самом деле, когда услышала эту фразу, она мне очень понравилась. Да, мы же переедаем, соответственно, не переварили какой-то определенный объем пищи, а этот объем пищи и есть жировое отложение, которое съедает нас. Я желаю всем тем, кто смотрит онлайн и кто поставил для себя цель сбросить лишние килограммы, скиньте эти оковы, встречайте весну налегке, оденьте те платья, которые давно ждут вас в гардеробе, висят и уже машут вам рукой, ну одень же меня. И вообще подготавливайтесь к лету. Плюс ко всему, оздоравливайте свой организм. Давайте будем не забывать, что мы все-таки используем продукт производства Швейцарии. А Швейцария, конечно же, себя зарекомендовала во всем мире. Я благодарю вас всех за внимание и до новых встреч. Спасибо, Белла Яковлевна. До свидания.